Добро пожаловать, друзья, на канал InvestHacking. С вами снова я, Антон. Это видео, которое вы смотрите, является частью моего обучающего курса для новичка в крипте, записанного в 2024 году. Если вы хотите поддержать создание бесплатного обучающего контента, проверьте ссылки в описании. Спасибо, переходим к видео. Итак, друзья, это третье видео нашего курса. Сегодня я расскажу о самых базовых инструментах, сайтах, которые нужны каждому новичку в крипте, которыми пользуюсь я, которыми пользовался я и 5 лет назад, когда только начинал, и которыми пользуюсь и сейчас. Как мы уже с вами выучили, биткоин и эфир живут на блокчейнах, у них есть некоторые схожести, есть некоторые различия. Вы помните, что эфир – это умная криптовалюта, на которой можно писать свои токены. И сегодня мы посмотрим, где же искать все эти криптовалюты. Вы уже видели некоторые сайты, которые я использовал вам для демонстрации маркет-капитализации биткоина и эфира. И сегодня я расскажу, как ими пользоваться, куда смотреть, куда нажимать и вообще, какие выводы делать. Давайте же перейдем сразу к делу. Итак, первый сайт, который нужен всем криптофанатам – это CoinMarketCap. Стоит отметить, что его купил Binance, поэтому некоторая информация, которую вы здесь видите, может быть несколько не объективна. Но ладно, Binance – это самая большая криптобиржа, поэтому, может быть, здесь какая-то информация будет немножечко подстроена в сторону Binance. Ну да ладно. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим общее количество крипты, откуда-то 2 миллиона они нарисовали. Ну, наверное, это все возможные токены, которые вообще были созданы когда-либо. 2 миллиона здесь токенов точно нет. Здесь общее число криптобирж, общая маркет-капитализация всей крипты. Как считать маркет-капитализацию, вы наверняка уже смотрели в прошлом видео. Это количество единиц умножено на последнюю цену. Вот общая маркет-капитализация всей крипты – это 1,3 триллиона. И сегодня она подросла на 1,42%. Объем торгов – 58 миллиардов. Значит, объем торгов – это очень такая условная цифра, потому что биржа сколько скажет, по сути, столько, и CoinMarketCap сагрегирует и верит им на слово. У нас есть децентрализованные биржи, про которые я расскажу позже, но есть централизованные. Централизованные биржи, по сути, это просто как приложение, как банковское приложение. И поэтому оно закрытое, внутри что происходит мы, в принципе, не знаем, и сколько биржа говорит объема, столько у них объема. Но в целом этот показатель объема дает общее представление о состоянии рынка на данный день или неделю, если смотреть объем торгов за другой промежуток времени. Здесь показывает за день. Доминация биткоина – 52%. Это очень важная метрика, про нее будете много очень слышать. Ну, на самом деле, это просто соотношение маркет-капитализации биткоина ко всем остальным. То есть, из 1 и 3 триллионов 52% забирает на себя биткоин. Вот маркет-капитализация у него 676 миллиардов. То есть, ну, разделили, получили соотношение. Стоит заметить, что большое количество капитализации всей крипты занимают стейблкоины. Стейблкоины – это токены, которые созданы на смарт-чейнах, таких как эфир или некоторые другие. И они, по сути, представляют собой доллары. То есть, когда мы торгуем на криптобирже, будь то централизованные, децентрализованные, мы не бумажные доллары даем. Мы торгуем биткоины, соответственно, к крипто-токенам. К токенам, которые подкреплены один к одному к долларам. Подкреплены или не подкреплены – это тема отдельной беседы. Но, чтобы вся крипто-экосистема работала, принято считать, что стейблкоины приравниваются к долларам. Так вот, в общей маркет-капитализации достаточно большой объем занимают стейблкоины. Поэтому, если бы их вычесть, то картина была бы несколько другая. У биткоина была бы еще большая доминация по отношению к другим альткоинам. Альткоины – это коины все, кроме биткоина. Они поэтому и называются альткоины, потому что они альтернативные биткоину. Вы можете также часто услышать на просторах интернета, спор является ли эфир альткоином или не является. Мне кажется, этот спор не имеет никакого смысла. Он однозначно является альткоином, потому что название альткоина значит «альтернативные биткоины». Ну, это биткоин? Нет, значит, это альткоин. Все. Это не обидно или не какой-то черной метки несет на себе. Просто многие могут так думать, поэтому они хотят, чтобы эфир не считался альткоином. Вот эфир – это эфир. Хорошо, эфир – эфир, супер. Но он не биткоин, поэтому он альткоин. Для меня такое понятие. В общем, все просто. Здесь также можно увидеть цену за газ. Про цену за газ мы поговорим отдельно. Видео сегодня у нас про площадки, про инструменты. Про газ поговорим, когда будем говорить про эфир и вообще про коины, и как торговаться не на централизованных биржах, а на децентрализованных. Эфир ингрид – прикольный фактор. Это индикатор страха и жадности. Он агрегирует разные источники в социальных сетях, в каких-то комментариях и прочее. Он показывает эмоциональный фон на крипторынке. Он вообще есть не только для крипторынка, но здесь он показан для именно крипты. И обычно, конечно, вы хотите покупать, когда он в красном, продавать, когда он в зеленом, но так почему-то не у всех получается. Напрямую он как бы ни на что не влияет. Крипта, когда идет, когда бычий рынок, то он может месяцами находиться в зеленой зоне, когда медвежий может находиться в красном. Да, медвежий рынок – это когда все падает, бычий рынок – это когда все растет. Привыкайте к терминологии. Итак, CoinMarketCap посмотрели вокруг. Теперь основное, собственно, поле – это список криптовалют. По умолчанию они сортированы по маркет-капитализации, по рыночной капитализации, как ее называют по-русски. Вот здесь написано, как она считается. Текущая цена умножить на circulation supply, то есть на количество коинов в обращении. После биткоина идет эфир, на третьем месте у нас сразу появляется тезер, или как его называют, USDT. И у него маркет-капитализация 84 миллиарда. То есть 84 миллиарда, почти 85, у нас с вами только в тезере. Есть и другие стейблкоины, но тезер номер один. Вот следующий стейблкоин – это USDC, в нем еще 24 миллиарда, то есть больше 110 миллиардов. Да, 110 как раз получается. У нас с вами в стейблкоинах есть еще стейблкоины, поменьше, но вот в топ-10 входят только два. Значит, дальше есть, например, коин BNB. Я не буду рассказывать про каждый коин, но я хочу показать вам разные коины, чтобы вы понимали. И на разных коинах покажу на примере, куда смотреть и на что обращать внимание. Есть токен BNB – это токен биржи Binance. Еще раз, Binance – самая большая криптобиржа, у нее интересная история, но не буду вас утомлять историями в этом практическом видео. Есть токен XRP знаменитый. Значит, обратите внимание, коин BNB. И я сказал токен, но на самом деле XRP – это тоже коин. Коинами называются те монеты, у которых есть свой блокчейн. В русском языке немножечко теряется это значение, их часто называют, всех называют монетами. В английском есть разница между токен и коин. Bitcoin – это коин, эфир – это коин, USDT – это токен. Давайте, кстати, нажмем на него и посмотрим. Если нажать на какой-нибудь криптоактив, то открывается вот такое вот поле, немножечко бугающее. Честно говоря, здесь слишком много всего на мой вкус, поэтому я пользуюсь не CoinMarketCap, а CoinGecko. Я вам покажу следующую, но в принципе сути это не меняет. Важная информация находится у нас с вами здесь. Основная – это Circulation Supply, то есть сколько токенов у нас с вами в обращении. И общий, соответственно, supply. У некоторых коинов это отличается. Так, у биткоина Total максимум будет 21 миллион, количество в обращении будет 19,5 миллионов. В данном случае почти то же самое. Куда они потеряли 3 миллиарда, я, честно говоря, не знаю. Но может быть где-то залочены, может быть кто-то их окэшивает. Но в случае с stablecoin это не самая лучшая метрика, на которую можно смотреть. Сюда мы зашли с вами для другого. Вот здесь есть такое поле, написано контракты. И контракты – это значит, что этот токен, он не коин, он токен, он живет на блокчейне. И основная его масса живет именно на блокчейне эфира. Если нажать на кнопочку More, то можно увидеть, что он находится еще и на многих других умных сетях, подобных эфиру. И, в общем, несколько отличающихся от них. Есть тут и BNB Chain, и Solana, и Terra, упокойся с миром. Это коин, который провалился в 2021-2022, наверное, даже году. Но, в общем, он здесь все равно еще остался. Phantom и прочее, Polygon и прочее, прочее, прочее. Значит, смотрите, вот это все контракты этого токена. Токена USDT на разных сетях. На разных сетях и на разных блокчейнах. По-русски называют сетями, по-английски называют блокчейнами. И это все один, по сути, токен. Просто его можно найти на разных сетях. Между сетями его можно менять. Можно менять на централизованных биржах, таких как Binance, Coinbase, BitMEX и прочее. Можно менять через мосты. Это такие смарт-контракты. Про мосты отдельное видео запишу, потому что интересно. Судя по всему, вам пригодится. И на нем можно довольно сильно потерять. А главная цель этого курса – сделать так, чтобы вы не теряли свои деньги. Значит, здесь важная самая информация, которая есть. Это контракт этого токена. То есть, USDT можно вот так вот будет скопировать. И, например, добавить в Metamask или добавить в какой-то кошелек. И вы точно знаете, что когда вы отправляете на свой кошелек эти токены, то, если вы добавили этот контракт, то они появятся, и вы их у себя в кошельке увидите. Про контракты и кошельки я расскажу отдельно. Просто пока рассказываю, на что смотреть на этом сайте. Также очень важно, здесь есть официальные ссылки. В принципе, официальный веб-сайт USDT вам не нужен. Так же, как и его Twitter и Telegram. Но в случае с меньшими проектами – это очень важная информация. Это практически самая важная функция, которой я пользуюсь на CoinMarketCap. То есть, например, если мы найдем какой-нибудь токен. Ну, Аваланч, конечно, очень крупный. Ну, например, вот даже Uniswap. Uniswap – большой очень проект. Это децентрализованная биржа, тоже смарт-контракт. Расскажу про него обязательно. Но вот, например, вы не знаете официальный сайт Uniswap. Вам нужно попасть именно на сайт этой децентрализованной биржи. Как вам это сделать? Вы заходите на CoinMarketCap. Ссылку я оставлю обязательно под этим видео. Вы этот CoinMarketCap себе где-нибудь добавляете в закладки. И оттуда уже будете находить другие коины, которые вам нужны. Потому что в крипте, наверное, все-таки даже самая большая проблема – это большое количество обмана, скама и каких-то ссылок, на которые нельзя нажимать. Они выглядят похожими на те проекты, которые вы ищете. Но это не они. Если вы на них нажмете, у вас большой шанс потерять ваши средства. Поэтому я предлагаю вам делать следующее. Заходите через CoinMarketCap, находите интересующий вас токен, ищите веб-сайт и нажимаете на веб-сайт. Вот я могу вам показать. Например, он выглядит вот так. Uniswap.blog.uniswap.org. Дальше отсюда можно нажать Launch App и уже здесь работать. Не попадайтесь на сайты, которые будут выглядеть похоже. Также будет, допустим, Uniswap, я не знаю, Unidefiswap. Вот где-нибудь можете увидеть такое написание. Или там, не знаю, еще какие-нибудь там 2P или там Y. Ну, в общем, самые разные написания будут пытаться вас втащить, и чтобы вы нажали на какой-то не тот сайт, подключили свой кошелек и, возможно, потеряли свои деньги. Поэтому я рекомендую вам переходить именно с тех проверенных сайтов. Также абсолютно подписываться на социальные сети. Я сейчас расскажу про Twitter. Twitter, Discord. Подписывайтесь на их Twitter или X, как вас сейчас называют. И оттуда тоже можно переходить на их официальные ссылки, но никогда не пытайтесь прописывать их или тем более не гуглить Uniswap, потому что первые несколько ссылок реклама будет закуплена именно на фейковые странички. И, соответственно, на них вы не хотите нажимать. Значит, что здесь важно знать? Здесь есть объем торгов за час, за 24 часа, за 7 дней, небольшой график. То есть, в целом, посмотрев на этот сайт, можно увидеть, что у нас происходит на рынке. Также здесь есть еще вот такой вот интересный функционал. Опять же, если возьмем пример Uniswap, здесь у нас с вами есть категория. Если здесь, да, обратите, вы увидите Tags. Это значит, в какую категорию попадает конкретный токен. Децентрализованные биржи, DeFi или DAO. И если, например, вам интересно, какие еще токены находятся в этой категории, вы можете нажать на Tag, и он вам покажет, какие еще токены принадлежат к данной категории. Зачем вам это нужно, вы узнаете со временем. Я про это тоже расскажу. Но часто бывает, например, что какая-то одна категория начинает, приходят движения. То есть, например, вы видите, что Ava пошел на 17%, Injective на 24%. Может быть, какие-то маленькие проекты из этой ниши еще не пошли. Почему я говорю, что эти проекты маленькие? Потому что в маркет-капитализации их намного меньше. У них, допустим, 100 миллионов. Можно покрутить пониже, найти тех, у кого 50 миллионов, у кого и того меньше, 40, 30, 20. Значит, что нужно помнить? Что, во-первых, токены часто движутся в одной категории. То есть, если пошли в категорию, допустим, DeFi, то другие токены тоже, скорее всего, подтянутся за своими флагманскими лидирующими коинами и токенами. Также нужно помнить, что чем меньше маркет-капитализация, тем более волатилен этот токен. То есть, если, например, Ava делает 17%, то есть шанс, что токены с меньшей маркет-капитализацией, последовав его примеру, если подтвердится тренд, например, DeFi, то они будут показывать лучшие результаты. Это такое обычное… Даже не то чтобы правило, это такая логика, да, потому что у Ava 1,3 миллиарда, а у токенов с конца первой страницы по категории DeFi 50-60 миллионов. Конечно, не все так просто. Если бы все было так просто, то все были бы уже очень-очень богатыми. Ну, по Ava вообще можно отдельное видео делать, но, наверное, это уже не войдет в курс начинающих. Хотя, может быть, покажу ее на его примере смарт-контракты. Итак, значит, коин, маркет-кап, основная функция, с нее можно начинать свой день, смотреть, как себя чувствует рынок, находить здесь интересующие вас коины, можно написать в search, найти здесь, посмотреть, что у нас трендинг, да, что у нас сегодня покупают, продают. Можно увидеть, здесь в трендинг попадают как то, что хорошо покупается, так и то, что хорошо продается. Также здесь показывают последние запросы, то есть можно посмотреть, что вы смотрели последние. Можно, в принципе, вообще здесь создать свой аккаунт и вести здесь учет своего портфолио. Я этим не занимаюсь, но знаю, что люди занимаются и, в общем, им нравится. Да, и последняя прикольная функция. Можно переключить основную валюту, то есть можно поставить в евро, там, в рублях, в песо, в чем угодно, но моя любимая функция – это поставить все в биткоинах и посмотреть, как себя чувствует валюта в биткоинах. То есть что мы сейчас сделали? Цену. Здесь были цены в долларах, сейчас мы видим цену в биткоине. И мы видим, что здесь уже многие токены в красном, да. Почему нужно торговать именно альткоины к биткоину? У меня есть интересное видео на ютубе, но, в принципе, это, опять же, да, видео не про торги, это видео про инструменты, на что обращать внимание. О том, как торговать – это уже отдельные видео. Также есть похожий сайт, называется coingecko.com. Выглядит он, сами видите, похоже. Да, здесь есть реклама, потому что он более такой коммерческий, его Binance еще не купил, но здесь, в принципе, он выглядит похоже, немножечко почище. Да, вы видели в моих предыдущих видео. Я показывал именно на coingecko, мне здесь привычнее. То же самое. Цена, маркет-капитализация, ссылки, небольшой график. И внизу у coinmarketcap это тоже есть. Здесь есть основные ссылки, где можно этот коин торговать. Конечно, для биткоина это не актуально, но если мы возьмем какой-нибудь токен вот из популярности, что-нибудь небольшое, вот там 900 место, например, битрок. Давайте посмотрим, понятия имею, что это за коин. Вот, видите, у него есть номер контракта, по которому его можно найти. Вот он, маркет-капитализация 11 миллионов. И если мы здесь покрутим, мы увидим биржи, на которых он торгуется. В том числе мы увидим ссылку на Uniswap. И для того, чтобы убедиться, что вы точно покупаете именно вот этот вот токен, а не токен с похожим названием, который сделал кто-то нехороший и пытается вас обмануть, вы можете опять же перейти вот прям отсюда, с этого сайта, нажать, и вот у вас уже откроется ссылка на Uniswap с этим самым токеном. То есть это лучший способ находить вот такие вот мало знаменитые пары, малоизвестные токены с небольшой ликвидностью, потому что я вам гарантирую, если вы начнете просто искать в поиске битрок, то вы найдете очень много похожих токенов и есть шанс, что вы именно купите не тот, который вы хотели. Поэтому лучше это делать, ну вот здесь он уже нет, потому что мы его добавили, поэтому он его не находит. Если, вот видите, там еще какая-то NFT коллекция. В общем, часто бывает, что вы ищете токен и находите совсем не тот, просто токен с похожим названием. Сейчас, вот, видите, например, если написать там Pepe или какой-нибудь, появляются многие другие токены, поэтому никогда не пользуйтесь поиском именно на Uniswap, особенно если вы ищете малоликвидные токены. Лучше это делать через CoinMarketCap или через CoinGecko или по контракту. Ну, как пользоваться децентрализованной биржей, я тоже расскажу в отдельном видео. С основными сайтами поняли, CoinMarketCap и CoinGecko. Важнейшим инструментом в жизни любого криптона является Twitter. Если у вас, или как сейчас его называют, X, если у вас нет Twitter, если у вас нет X, обязательно заведите себе аккаунт. Да, я знаю, что в некоторых странах он может быть заблочен, нужны там VPN и прочее. Дело, в принципе, конечно, ваше, но X нужен для работы с криптой, потому что у большинства проектов есть свои аккаунты, и это самый быстрый способ узнавать новости. Twitter-алгоритм учится. Если вы подписаны на много криптопроектов, то он будет вам также подкидывать новые проекты, и вы будете первыми или в числе первых, кто узнает какие-то криптоновости. Меня на бычке всегда спрашивали, где ты узнаешь новости. Я всем говорил в Twitter, и люди не могли понять, где именно в Twitter. Ну, на самом деле, алгоритм просто должен учиться, потому что на медвежке я немножечко расслабился, пользовался Twitter в личных целях, не столько, сколько по крипте и по работе. В итоге алгоритм переучился немножечко, и теперь показывает мне не всегда релевантные какие-то фиды. Но сейчас мы его научим, переучим, и он у нас тоже будет снова работать как очень сильный инструмент для именно поиска крипты. То есть лайкайте криптопосты, подписывайтесь на проекты и следите за их жизнью. Желательно, конечно, что-то еще постить, потому что если вы вообще в целом будете вести Twitter, то Twitter это будет как ваше онлайн-резюме. Кто знает, может быть, вам вы так втянетесь и захотите остаться в крипте, а может быть, потом будете частью какого-то проекта. И если вы ввели Twitter, то за много лет в Twitter жизни у вас уже соберется некий опыт, можете всем показать, что вы тут были, когда еще никого не было. Интересный и очень мощный на самом деле инструмент – это Twitter, поэтому обязательно подписывайтесь на него и следите за всеми проектами. Однако, хочу вас предупредить, в Twitter также очень много рекламы, и реклама тоже знает, что вы криптан, и тоже пытается вас затащить на какой-нибудь нехороший сайт. Видите, вот здесь, например, написано «Ad», это значит, что это реклама. Скорее всего, они рекламируют что-то нехорошее. Поэтому все ссылки обязательно нужно проверять и перепроверять. Так же, как и люди, которые вам пишут в личку, всегда смотрите, сколько у них подписчиков. Если вас фолловит какой-нибудь Илон Маск, скорее всего, Илон Маск вас не фолловит, это кто-то создал похожий аккаунт и пытается вам что-то продать. Поэтому Twitter – мощное оружие, но нужно пользоваться осторожно. И в видео про скам и обманы я обязательно еще раз расскажу, как избегать ненужных ссылок. Естественно, каждому трейдеру нужно будет подписаться на TradingView, у него есть бесплатная подписка, и освоить этот инструмент. Это главный инструмент для работы с графиками, где вы можете чертить свои тренды, выстраивать свои индикаторы, покупные, бесплатные, смотреть какие-нибудь средние, скользящие и делать на фоне этого умные и не самые умные выводы. Но этот, конечно же, инструмент очень важен. Про него я тоже запишу отдельное видео, что за инструменты, как им пользоваться. У меня есть очень подробные три урока на YouTube. Я думаю, что лучше я ничего не запишу, поэтому, в принципе, можете посмотреть. Да, но в рамках этого видео базовое видео про TradingView я тоже обязательно сделаю. Раз уж вы здесь, я вам все это очень так скомпонованно. И, опять же, основную информацию дам. Пока просто знайте, что TradingView – это тот самый сайт, который вы видите во всех видео, анализах и прочем. Именно на нем чертят все графики и делают на основании этого какой-либо анализ. Сайт, который, может быть, нужен не всем, но про него же не могу не сказать. Это ICO Drops. Что такое ICO? ICO – это, если коротко, Initial Coin Offering, так же, как IPO – это Initial Public Offering, когда компания выпускает акции и начинает продавать их на широкую публику. Так же и ICO – это Initial Coin Offering, когда какой-то проект решил выпустить коин и, соответственно, продает его людям. Люди, которые верят в этот проект, могут купить этот токен или коин, если они суперкрутые, но, скорее всего, этот токен, и поддержать этот проект. Если у проекта все получится хорошо и с токеномикой они не напутали, то токен должен идти вверх. В этом суть ICO. И, кстати, именно ICO дало первый толчок такой к новой эре крипты. В 2017 году вот этот вот полет биткоина с 1200 до 20000, он был на хайпе ICO. ICO появилось после того, как эфир был создан и позволил вот этим вот всем проектам очень простенько запускать свои токены. Сейчас они запускаются не только на эфире, но и на многих других смарт-сетях, которые вы видели. И на Solani, и на BNB Chain, и на чем только они запускаются. В общем, зачем я показываю этот сайт? Потому что здесь можно увидеть текущие ICO, которые будут и которые закончились. И на бычьем рынке вы обязательно будете видеть, что люди какие-то рассказывают, что они купили какой-то токен на пресейле, он дал 1000X. И вы захотите тоже так сделать. Получится у вас или нет, зависит от вас. Но я вам сейчас покажу, на что обращать внимание. То есть на ICO Drops можно зайти и посмотреть, например, какой-то токен. Вот какой-то токен BitGain, запускаешь что-то там. Вот можно увидеть сразу их тикер. Тикер – это три буквы. У Биткоина BTC, у эфира ETH. Это три буквы, по которым можно найти этот токен в том же самом трейдинге, например. Токен Type – это тип токена, то есть на какой сети он запускается. Если вы видите BEP20, это значит, что он запускается на Binance Smart Chain. Дальше ICO Token Price – это цена токена, которую они хотят получить на ICO, то есть которую они продают участникам ICO. Здесь у нас получается 0,9 цента, меньше цента, и общая капитализация у них миллиард. То есть получается, что они оценили свой проект в 9 миллионов. Как я это получил, я перемножил. Получается, что на старте они считают, что их проект стоит 9 миллионов, и хотят они продать 6,3%. От этой суммы, соответственно, нам на публику. Дальше, когда мы с вами получили этот токен, они получили свои деньги, они начнут там что-то сделать, в лучшем случае, в худшем они просто заберут деньги, пойдут где-то там отмечать или купят себе яхту. Ну, подразумевается, что они будут что-то делать, и через несколько месяцев или лет, когда этот проект запустится, этот токен начнет свободно торговаться, мы с вами получим наши токены, часть или все, зависит от того, как решит эта команда. И тогда токен, судя по всему, начнет расти, но расти он уже будет с капитализацией в 9 миллионов. То есть много это или мало, зависит от состояния рынка, зависит от проекта. Но, например, если цена вырастет, допустим, в 10 раз, то уже марка капитализации тоже вырастет в 10 раз, и проект уже будет оцениваться в 90 миллионов. В этом случае вы сделали 10x, и можете продать свои токены, если вы их уже получили. Чтобы вам сделать 100x на этом проекте, проект должен стоить, получается, 900 миллионов. Да, это уже достаточно солидный проект. Есть ли у него шанс на это или нет, я не знаю, но это пример того, как я оцениваю проект на пресейле. Вы хотите, естественно, увидеть цену, чем меньше, тем лучше. И дальше, конечно, нужно читать о том, как эти токены будут делиться между всеми участниками, кто и когда получит свои токены. Видите, 75% токенов будут залочены на один год. В общем, как оценивать проекты для участия в ICO, это тоже отдельная тема. Наверное, она не войдет в этот курс, потому что это не является базовым знанием. Это уже такие знания, которые вы можете захотеть изучать, но большинству они не пригодятся, потому что большинство из вас будет просто торговать токены на централизованных биржах, поэтому не буду вам засорять мозг. Важны здесь тоже официальные ссылки и официальные ссылки на социальные сети, поэтому если вас интересует какой-нибудь проект, пользуйтесь именно вот этими ссылками, а не поиском. Ну вот, собственно, мы дошли до криптобирж. Binance еще раз является самой большой биржей в мире. У нее очень интересная история, если хотите, изучите. Но она уходит, например, из России и остается нам comiex.com. Будет ссылка под видео, мне будет приятно, если вы воспользуетесь именно ей. Ну, если нет, то я тоже не обижусь, пользуйтесь какой хотите ссылкой при регистрации, и дальше вы здесь можете покупать и продавать ваши любимые криптоактивы. По тому, как пользоваться биржей, я тоже сделаю одно видео. Просто знайте, что вот приблизительно так выглядят централизованные биржи. То есть, эта биржа централизованная, это по сути фирма, у которой есть офисы, у которой есть работники, которые вы отправляете вашу крипту или ваши рубли-доллары, они их конвертируют, складывают вам на кошелек, и дальше вы можете торговать. Просто, как вы поторговали, вы их снимаете, эту крипту или эти деньги. Пока ваши деньги, ваши крипта лежат на этой бирже, у вас, по сути, к ним нет доступа. То есть, как нет доступа? Ну, вы можете нажать кнопку и сказать, снимаю их, забрать токены себе или забрать рубли себе, но, в принципе, биржа может их не отдавать. Ну, я не хочу вас пугать, ну, просто вам нужно понимать для себя, что биржи, типа Binance, Coinbase, там, Bittrex и прочее, 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 это все биржи, которые являются закрытой компанией, которой вы, по сути, доверяете. Почему я говорю сейчас про доверие? Потому что крипта вообще, когда создавалась, это создавалось в пику банкам. То есть, банки в 2008-2009 году рушились, государство их поддерживало, многие люди теряли свои средства, и Сатоши Накамото придумал биткоин для того, чтобы каждый мог хранить свои деньги у себя, у себя на кошельке, не доверяя их кому-то. Централизованные биржи – это шаг назад, ими пользоваться удобно, сюда завел деньги, они еще платят какие-то небольшие проценты, они предлагают удобные интерфейсы, но нужно всегда помнить, что если что-то случится с этой биржей, есть шанс, что вы свою крипту не получите, при этом это будет не проблема крипты, это будет проблема биржи. То, что случилось с FTX, например. Я не знаю, как давно вы в крипте, и что вы знаете про FTX, но была такая огромная биржа, на которой хранили миллиарды и миллиарды долларов, как обычные люди, так и крупные проекты. В один день она схлопнулась, оказалось, что у них там много миллиардов не хватает, и люди потеряли деньги, они смогли их вывезти. Почему? Потому что так вышло. Те, кто управлял этой биржей, они что-то сделали неправильно, в итоге люди пострадали. Поэтому пользуйтесь биржей, заводите туда ровно столько, сколько вам нужно на торговлю. Если вы активный трейдер, понятно, если вы просто зашли купить биткоинов, то я крайне рекомендую вам купить биткоинов и вывезти их на свой кошелек. Про кошельки тоже будет отдельное видео. Биржи бывают разные, бывают крупные, бывают маленькие. Они, в принципе, все похожи, несколько отличаются комиссиями и токенами, которые на них залищены. Помните, что чем больше биржа, тем больше у нее доверие, тем больше у нее репутация, и чем дольше она на рынке, тем она надежнее. То есть, например, Binance, ну вот комикс, я так понимаю, это просто другое название для русского рынка. Я думаю, что достаточно солидная биржа. Из достаточно солидных бирж есть еще Bybit и там несколько других. Ссылки я тоже оставлю в описании. Есть менее надежные биржи. И если вы, опять же, ну начинающий, и вы хотите просто купить какие-нибудь стандартные базовые токены, там ETH, BTC, я рекомендую вам придерживаться все-таки крупных бирж, не брать на себя лишние риски. Потому что чем меньше биржа, тем больше шанс, что что-то пойдет не так. Хотя они будут вас заманивать к себе, как только могут, потому что им нужно показать объем. Вообще, все в трейдинге, не только в крипте, решает объем, решает ликвидность. Сколько людей вам доверило вашу крипту или ваши деньги, тем вы более значимы, так же, как с банками. Это что касается основных инструментов, которые нужны абсолютно всем, тем, кто включается в крипту. Если вас крипта затянет, и вы не просто купили биткоин, вывели его себе на кошелек и ждете, пока он подорожает и будет стоить по миллиону долларов, чтобы потом его продать, то вы будете погружаться дальше. И сейчас, в 2023-2024 годах, огромное количество аналитических инструментов существует. Когда я начинал в 2018, тогда их было гораздо меньше. Но если у вас есть желание погружаться, изучать глубже, то, например, хорошим таким инструментом является Glass Note Studio. Здесь есть платная подписка. Но здесь можно увидеть много очень интересной статистики, которую вам не покажет никакой другой бесплатный сервис. Здесь показывают, например, движение коинов именно на сети. То есть, помним, что на блокчейне то, что происходит в бирже, мы с вами никогда не узнаем, потому что это централизованное. А то, что децентрализованное, можно увидеть на блокчейне. И вот, например, Glass Note Studio разделяет партии эти данные. Можно открыть и посмотреть. Видите, большинство здесь закрыто. У меня была подписка на бычьем рынке, на медвежьем я ее отключил, но включу, судя по всему, снова. Здесь показывают, сколько людей или кошельков, которые купили биткоин, находятся в профите. Куда уходят биткоины, с биржи или на бирже. И очень-очень много всего. Транзакции можно посмотреть, объемы, exchange. Видите, мне не показывает. Но если... Transaction size. Можно посмотреть количество транзакций, объем транзакций. Сколько кошельков у нас там, например, больше одного. Сколько активных кошельков можно посмотреть. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, это очень интересный инструмент, но он уже чуть более такой, посложнее, скажем, чем то, что мы смотрели до этого. Также, когда будем говорить про сети, про децентрализованные биржи и смарт-контракты, я немножечко покажу вам такой инструмент, как DexTools. Это уже для тех, кто хочет покупать какие-то супер мелкие коины до того, как они попали на централизованные биржи. Здесь вот можно что-то из этого купить, можно что-то из этого потерять. Здесь я тоже расскажу про интерфейс, но это уже в отдельном видео. В этом видео, пожалуй, все. Подведем черту. CoinGecko и CoinMarketCap ваши основные друзья. Ссылки переходите только с них. С них на Twitter, официальный Twitter проекта. С Twitter можно переходить на официальные ссылки. Таким образом, вы будете набирать себе криптоконтент в вашу ленту. Twitter аккаунт ваш будет понимать, что вы делаете, подкидывать вам релевантные какие-то другие проекты. Обращайте внимание, кто подписан на эти проекты. Если, когда был создан аккаунт, если у них там 100 подписчиков, и они вам что-то пытаются продать, какая-то там яркая реклама, что вы что-то выиграли, это неправда. И, соответственно, когда вы уже нашли coin или токен, заходите на TradingView, добавляете его и анализируете его график. Если хотите поучаствовать в ICO, то смотрите на ICO Drops и анализируйте, собственно, исходную цену, по которой вам пытаются продать этот токен или coin по пресейлу. Ну, собственно, все. Если хотите копать глубже, то GlassNote и еще есть много разных других крутых инструментов, но они обычно платные и они обычно для продвинутого анализа, потому что на самом деле инструментов для анализа очень много, времени у вас просто не хватит все это проанализировать. Поверьте мне, проблема будет не в том, что не хватает инструментов, а в том, что не хватает глаз и времени. Ну, на этом все, друзья мои. Спасибо. Следующее видео я расскажу вам про сети, про блокчейны, про кошельки, где уже все-таки хранить криптовалюту после того, как вы зашли, купили ее на бирже, куда ее выводить, какие бывают кошельки. И, собственно, про это мы поговорим с вами в следующем видео. Спасибо. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...